Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня вот в такой непринужденной обстановке, не обязывающей ни к чему, мы с вами поговорим после чашечки кофе, я уже выпил кофе, очередь за вами, о такой теме, как закрытие границ Германии с соседними государствами. В нескольких видеовыпусках у себя на канале я уже вам рассказывал о том, что Нэнси Фезер, это не ее идея с подачи под давлением других политиков, она подписала указ о закрытии границ, точнее об усиленной охране государственной границы Германии с соседними государствами. И очень многие люди, приходящие к нам на канал или подписчики канала, возмущаются тем, что, живущие здесь в Германии, возмущаются тем, что да никакие границы не закрыты, вон проезжая через границу как угодно, сколько угодно, и полицейских нигде не видно. Я проверил по аналитике нашего канала, 45%, даже чуть-чуть больше, почти 50% это люди в возрасте от 55 до 65 лет. И, естественно, эти люди, привыкшие к стереотипному понятию, что такое государственная граница в Советском Союзе, это КСП, контрольно-следовая полоса, колючая проволока, или она называлась раньше, как же она называлась? Колючка, я уже забыл, как старая колючка называлась, я знаю, как называлась новая, ГОБИ-18. Это был такой трех-четырехметровый забор, вернее, как, стояли такие столбики, между ними была не тянута сетка наподобие сетки рабицы, но потоньше. И она работала, почему ГОБИ-18? Потому что она работала на 18 признаков пересечения государственной границы, то есть различные импульсы могла воспринимать по 18 частотам. Животных, птиц, автомобили, даже погодные условия, людей, очень многие там были вот такие вот замутки в этой системе охраны границы. Поэтому она называлась 18, именно по 18 признакам обнаружения пересечения госграницы. И, скорее всего, люди, привыкшие видеть, допустим, советскую госграницу с этой колючей проволокой, удивляются тому, что если Нэнси Фезер подписала указ о закрытии границы, об усиленном режиме охраны госграниц, то где же полицейский, где же охрана этой границы? И даже мне стали через WhatsApp присылать люди разные видео, которых вот посмотри, люди ездили, допустим, в Польшу или ездили в Чехию. Посмотри, вот едут с одного города в другой или с одной деревни в другую, пересекая границу. Нет ни полицейских, нет никаких, скажем так, пограничных кордонов, которые тебя будут проверять. В эту тему я хотел бы просто-напросто со своей стороны, так как я пограничник, бывший пограничник, я служил с 88 по 93 год включительно, не только на границе Советского Союза, но и на границах других государств. Я с позиции пограничника могу вам сейчас дать вот такую информацию о том, как производится вообще вот этот усиленный режим охраны госграницы. Пункт первый. В Германии, как я вам уже несколько раз говорил, нет определенного соединения под названием пограничные войска. Все функции по охране госграницы возложены на отряды полицейских. Естественно, это отнимает полицейских от их основной работы. Но если правительство приказало, значит эту работу нужно выполнять. На центральных магистралях страны, скажем так, на больших автобанах, где осуществляется за сутки проезд свыше 100 или 200 тысяч автомобилей, допустим, в Розенхайме переход в сторону Зальцбурга на третьем автобане, третий, да, автобан, там постоянно патрулирует полиция, там пункты, там домики для полицейских, там же находятся таможенники, и они постоянно контролируют все проезжающие мимо них машины, будь они едут из Австрии в Германию или из Германии в Австрию, они проверяют всех. Естественно, кого-то визуально, кого-то выборочно отгоняют в сторону и проверяют сначала документы, а потом, если человек вызывает у них подозрение, они проверяют багаж этой машины. И, соответственно, таким образом иногда попадают на вот этих нелегальных беженцев. Естественно, поймать абсолютно всех беженцев это нереально, потому что, к примеру, будет ехать кто-то из Германии, и, побывав несколько дней в Австрии, собирается ехать обратно домой, к нему кто-то подходит, скажем так, человек по имени А подходит и говорит ему, я тебе даю вот пять тысяч, ты перевезешь вот этих вот двух человек с собой в Германию. Я смотрю, у тебя немецкие номера на машине, тебе это ничего не стоит. А эти люди, водитель спрашивает, они нормальные? Ну, посмотри сам, они адекватные и все. Хорошо. И вот так человек соглашается. Естественно, таким образом тоже осуществляется контрабанда нелегальных мигрантов, допустим, из Австрии или из Чехии, Польши на территорию Германии. А теперь немножечко о тех дорогах, которые называются как бы проселочными между маленькими городками или между деревушками, находящимися на границе, на стыке двух государств. Тут, естественно, вы не увидите полицию. Вы не увидите патрули вот этой пограничной полиции, которая, по вашим понятиям, со слов Нэнси Фезер, обязана охранять госграницу. Вы их не увидите. Поэтому у вас, естественно, резонно возникает возмущение по поводу того, что как же так? Правительство сказало, границы закрываем. А вот мы проехали. Хорошо, это вы проехали, потому что, во-первых, у вас же на машине немецкие номера. Так почему вас должны останавливать? Даже те полицейские, которых вы не увидели. Может быть, вы просто плохо смотрели. Это один пункт. Второй пункт. Вы не обязаны были их видеть, и вы не должны были их видеть. Третий пункт. На таких проселочных дорогах, где фактически идет очень маленький автотрафик, вряд ли будут стоять большие кордоны полицейских, ожидающих притока, допустим, нелегальных мигрантов или каких-то подозрительных автомобилей, пересекающих госграницу со стороны одного государства в сторону другого государства. Как я уже сказал в начале, такие полицейские наряды и кордоны стоят на больших магистралях, на больших пропускных пунктах. Также осуществляется, между прочим, практически на 99% из 100 осуществляется тотальный пограничный контроль всех фликсбусов, которые едут в Германию. Не важно, едут они из Австрии, едут ли они из Италии, едут ли они из Польши, из Чехии или еще откуда. Все эти автобусы останавливают полицейские. Есть определенные места на участках автобанов. Дорожная полиция или полиция на автобане останавливает эти автобусы и проверяет абсолютно всех пассажиров в этих автобусах. Вы же этого не видите, вам же этого Нэнси Фезер не говорит, но это так и есть. На границе с Польшей, к примеру, если вы будете пересекать на автобане, допустим, в сторону, ну скажем, в сторону Лодзе, да? Вас остановит полиция. Вас остановит полиция дважды, когда вы будете пересекать границу в сторону Польши и когда вы будете ехать обратно. Тем более, что сейчас вот уже октябрь, да? Начинаются на вот этих вот китайских базарчиках, хотя они не китайцы, они вьетнамцы. Это вот эти вот, где, допустим, на чешской границе стоят вот эти вот огромные, все говорят, китайские базары. Потому что почему китайские базары? Потому что они называют вот золотой дракон или красный дракон, там рисуют китайские иерографы и стоят там все автоматически у людей стереотипными, а, значит, китайские базары. Это вьетнамцы в 70-е годы по договорной программе соц. стран, приезжавшие в ГДР, в первую очередь в ГДР и в Чехословакию, учиться из Вьетнама. Но когда союз рассыпался, они остались здесь какими-то путями. Кого-то выдворили, кого-то оставили. Так вот, вы когда проезжаете, допустим, октябрь сейчас, на этих китайских базарах, будем говорить китайские, раз все говорят, уже начинают продаваться бомбы, петарды и тому подобное ерунда, которую люди покупают, чтобы выскочить в ночь с 31 декабря на 1 января на улицу и взорвать весь этот свой боезапас, который они закупали в течение чуть ли не полугода. И поэтому машины сейчас уже на границе Чехии и на границе Польши, именно в тех местах, где находятся вот эти вот вьетнамские, китайские базары, проверяют. В основном проверяют молодежь, потому что молодежь это люди импульсивные, экспрессивные, им хочется праздновать, им хочется гулять, им хочется шума, им хочется голдежа. Когда они выходят в более зрелый возраст, они понимают, что тишина это лучший отдых, чем взрыв петард над твоими ушами. Вы говорите о том, что вот мы ехали, даже показываете видео, вот посмотри, мы едем сейчас из Польши в Германию, посмотри, ну нигде нет полицейских. Где же эти хваленые пограничные кордоны, которые нам обещала Нэнси Фезер, куда они подевались? Сейчас возвращаемся несколько назад. Я вам сказал, вы не обязаны и не должны видеть этих полицейских, которые охраняют границу. Если вы будете их видеть, значит они хреново, извините за выражение, выполняют свою работу. Они там есть. Они там есть. И они действительно следят абсолютно за каждым автомобилем, который проезжает по дороге, допустим, из Польши в Германию или из Чехии в Германию. Они там есть. Но почему-то вот многие люди забывают о том, что государственная граница должна охраняться не стереотипно, так как было это в Советском Союзе. Что иногда было даже... Там же как существовало? Вот идет сначала граница. Колючка, КСП. Потом от колючки идет 2,5 километра пограничная полоса. То есть это зона, в которую не имеет права, кроме военных, зайти любой гражданский. Он не имеет права там находиться. Вплоть до тюремного заключения. Потом идет пограничная зона. Пограничную зону входит примерно 50 километров. В эти километры входят деревни, города, которые находятся в этой зоне. Там постоянно тоже находятся люди, пограничники, особисты и так далее. Они все следят за охраной госграницы. Не жильцы, а именно особисты. Там очень много военных подразделений. Это в нашем с вами понятии, как должна охраняться госграница. Здесь же охрана госграницы осуществляется несколько иначе. Немножечко по-другому, но все-таки примерно так же, как было в Советском Союзе. Разве что нет вот этих вот пограничных заборов и так далее. Есть обозначения, есть пограничные столбы, есть знаки. Вы пересекаете государственную границу, допустим, Австрии. Добро пожаловать в Австрию. Или в Голландию, или еще куда-то. Нет такого понятия, к которому привык чисто советский человек. И вот, кстати, про советского человека. Некоторые люди говорят у нас под различными видео на канале, мол, типа, если что-то случится, мы опять свалим в Казахстан. Если что-то случится, я, говорит, опять уеду обратно к себе в Россию и буду жить там припеваючи. Меня иногда несколько смущают такие вот высказывания людей, живущих здесь, допустим, по 20-30 лет, а то и больше. И когда мне, допустим, встречаются дальнобои с Белоруссией, с Латвией, с Эстонией или с Украины, к примеру, или даже вот с Молдавией. Бывает такое, что изредка, но встречаешь, скажем так, бывших земляков. И вот этот их вопрос, а ты давно дома был, вызывает недоумение. То есть, получается, что люди, даже вот, ну хорошо, дальнобои спрашивают это, потому что они не понимают того, что, к примеру, очень многие люди из нас, в том числе и я, ехали на свою родину, где кто, допустим, родился. У кого здесь когда-то жили родственники или бывшие репатрианты. Люди эмигрировали для того, чтобы остаться в этой стране и жить в этой стране. Ладно, эти водители дальнобои, я им пытаюсь объяснить на вопрос. Давно дома был? Говорю, да вот только сегодня утром в 6 утра вышел на работу. Да нет, нет, ты же меня прекрасно понимаешь. Ладно, эту тему мы оставим. Другое, когда люди, прожившие здесь 20, 30, а то и больше лет, задают тот же самый вопрос. А ты домой давно ездил? Вот стоишь и смотришь на этих людей и не понимаешь вообще вот этот вот их вопрос, этот их взгляд такой вот какой-то расстроенный. Почему я ту страну, из которой уехал, допустим, я не хочу никого обидеть. Абсолютно никого не хочу обидеть. Но если я уехал из той страны, которая, допустим, не могла дать мне той социальной поддержки или моим детям, моей семье, того образования, того же социального обеспечения, которое дается здесь, я уехал из той страны, потому что там я был, скажем так, ну, грубо говоря, не нужен тому правительству, государству. Здесь я человек. Действительно, я человек. И вся моя семья, люди, которые обеспечены на долгие годы и образованием, и социальной страховкой, и будущим. Пускай вот эти вот политики рыпаются, это нас не касается, мы их все равно переизберем, придут другие к власти. Но уезжая оттуда раз и навсегда, почему я должен ту страну, из которой выехал, допустим, 30 с лишним лет назад, называть своим домом? Да, все уже. Я буквально через 4 года после того, когда уехал из Молдавии в Германию, должен был приехать в Молдавию, там по делам нужно было кое-какие документы сделать. Так, вы знаете, даже за 4 года отсутствия в Молдавии там очень многое изменилось. Даже те люди, с которыми ты когда-то дружил, с которыми когда-то сидели, допустим, в кафе, пили пиво или кофе, все, у них уже абсолютно другие интересы. Они на тебя уже смотрят, как на человека чужого. Все. А спустя 30-40 лет возвращаться опять туда же, в надежде на то, что ты будешь воспринят там, как, блин, как свой брателла, скажем так, эти надежды питать уже не надо. И поэтому, когда мне люди, живущие здесь по 30-40 лет, уже вырастившие здесь свои детей и внуков, говорят, а дома давно я был, домой когда собираешься поехать? Я смотрю на них и спрашиваю, а ты, говорю, здесь-то что, гость, что ли? Он сразу тушуется, говорит, да я нет, я просто, ну все-таки там же родился. Я говорю, я родился не там. Я говорю, был бы Советский Союз, если бы к власти пришел не Горбачев, а старый политикан старой политической школы, Советский Союз, может быть, существовал бы и до сегодняшнего дня, но благодаря Горбачеву Советский Союз рассыпался. Вот такие вот дела. Поэтому, когда такие вот люди задают, допустим, такие вопросы, тогда для меня лично не является никаким удивлением то, что эти люди, привыкшие жить при Советском Союзе, при Советском правительстве, говорят здесь, вот уже сколько лет живут здесь, говорят, да где же-то охрана границы, и когда вот мы на машине ехали в Польшу, затарились там товаром, вернулись обратно, и никаких полицейских не увидели, что же это наше правительство нас обманывает. Правительство, может быть, в какой-то степени и не обманывает, но, как я уже пару раз говорил в этом видео, вы не должны видеть этих полицейских, которые охраняют госграницу. Если вы их увидите, значит, грош цена работе этих полицейских. Я надеюсь, что в этом видео выпуске я более-менее смог немножко приподнять завесу вот с этого вопроса, почему, если у нас объявили усиленный режим охраны госграницы, то на пропускных пунктах или на, скажем так, междугородних дорогах не видно нигде полицейских кордонов на границе. Надеюсь, что я вот со своей стороны смог вам это объяснить. Вот такие у нас на сегодня были дела. И новости, конечно же, тоже. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, ну и, соответственно, поставить лайк и написать комментарий на тему того, что я сейчас вам рассказал. И мне бы тоже хотелось узнать, что вы думаете по этой теме. Не болейте. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok